Девочки, блядь, школятся, сосут нахуй за пипетку, сука. Мефедрон приводит мужчин к педерастии. Стоял на кухне, там, голый. Мне казалось, что у меня под ногтями там черви, я их выковыривал. Потрахались пьяные? Пожалуйста. Можно просто вывели наркоманов, сложили их в пачку и сожгли в крематории. Девочки, блядь. Что ребенок, зачатый в пьяном виде, имеет больше шансов стать наркоманом, стоит ему лишь попробовать. Почему отказаться или, как выражаются сами зависимые, соскочить, получается далеко не у всех. И это не про героин с кокаином, а про новые, достаточно дешевые дизайнерские наркотики. Скорость, меф, уличная соль стали настолько популярны в Казахстане, что, как уверяют эксперты, речь уже идет о настоящей эпидемии наркотиков для бедных. Мы пообщались с реабилитологами, врачами, учеными, ну и, конечно, с самими наркоманами. Некоторые интервью могут шокировать. Как синтетика толкает мужчину на секс с родной матерью или другим мужчиной? Почему лечить нужно не только зависимых, но и его родственников? И самый главный вопрос – правда ли, что в ДНК человека уже прописано? Будет ли он наркоманом? Ну, наркотик для бедных. Ну, ты же дешевый. А? Дешевый, потому что. Ну, кто вот просто на вот этой хуйне сидит? Молодежь? Причем, ну, молодежь какая вот такая вот. Короче, смотри, я тебе примерно так скажу. Меф, грубо говоря, они там говорят синтетическое кокаин – это нихуя не кокаин. Ну, это в смысле вот такая бодрящая канительница. Короче, меф – это хорошо ебаться, короче. Да, вот это, короче, кого-то ты взял, прям можно два дня ее, она просто пиздец. Вот в этом плане. Это самое такое вот, как это вот, грязь, грязь. Ну, меф – это, короче, еще, скажем, level up немножко. Самое дно – это вот это, короче. Альфа, пвп, скорость. Меф, меф – я употребил мефедронго. А скорость вот такая? Скорость был опыт, когда не было там мефа, и мне предлагали скорость. Я нюхал, потому что это я наркоман, я все равно. Но хочу каким-то образом изменить свое состояние. А вы его именно нюхали, не курили? Мефедрон я не курил, я его нюхал. А скорость тоже нюхал. Люди кулят, колят, курят и нюхают, и как угодно. Мне кажется, люди… Главное, чтобы он попал в кровь. Главное, чтобы это вещество попало в кровь, а там неважно. Хоть в лоб втирать, хоть в подмышки. Ну, без разницы. Короче, смотри, есть дофамин, знаешь, да, что такое дофамин? Короче, вот смотри, допустим, ты покушал, дофамин где-то там 300-400. Потрахался где-то там 500-600. Героин где-то 1000, 1200-1300. Кокаин примерно так же. Короче, скорость 3000. Кто при этом испытываешь… Наслаждение, наслаждение. Вот дофамин, понимаешь, что ты… Вот как ты подписал, ты хорошо, покакал, хорошо, потрахался, хорошо. А это тебе, сука, в 10 раз хорошо, еще больше, понимаешь? Вот это вот. Меня зовут Сабина, мне 31 год. Я наркоманка, ну, то есть завищемая, выздоравливающая наркоманка. Я знаю синтетические наркотики. То есть мефедрон, скорость, то есть там, знаете, как было… Ты вот можешь не спать 5 дней, это мы называем марафонами, да, и отходняк, грубо говоря, то он очень сложный. То есть там начинается паранойя, галлюцинации. Вначале эти наркотики мной использовались на, ну, всякого рода вечеринках, тусовках, посиделке с друзьями. На самом деле я, сколько знаю, там, если ты скорость там раза два-три там попробовал, да, ты вот ее жадно хочешь, такой с ужасной жадностью прям. Вот находимся в центре города. Тут ничего не изменилось до 2013 года. Все так же вот. Ракеты, бомбасы всякие вот стоят. Вот тут он уже стоит готовый, да. Вот если убрать, вот оно. Стоит вот готовый вот до сих пор. На этой же заброшке, этой заброшке, наверное, больше, чем мне лет. А здесь вот так же вот спят, тут что-то курят, всякий вот пластик вот этот лежит. Вот они его плавят, вон, плавят там, нажигают, варят, колятся. Тут же шприцы всякие, стекла. То бишь, ну, здание вот именно для употребления. И ну, с ним ничего никто не делает уже очень давно. Мефедрон. После того, как я его употребил, я подумал, ну, типа, а что, а ты, ну, раза же ничего не будет. Ну, в итоге мы трое суток курили эту соль. Мне стало интересно, а где вы взяли, говорю? Говорят, мы просто нашли. Вот, просто нашли. Я говорю, да ладно, вот. Они мне пошли показывать, как они это сделали на следующий день, когда уже все закончилось. Это оказалось настолько просто, что даже я в тот день нашел. Просто она лежала там в заборе, там, обмотана черной изолентой. И когда я вот нашел ее и вытащил забора, я вот почувствовал вот прям такой адреналин в перемешку с удовольствием, да, вот. А даже потом уже, ближе к концу моего употребления, там, через 4 года, мне уже не было настолько интересно употреблять, как найти. Это, ну, действительно, какой-то азарт. Шкуроходы, короче, называются. Курица это кто? Ну, курица это, короче, которая клады ложит. Кладмен, как он там. Ну, курица, потому что как яйца, типа. Ну, так вот говорят. Кура. Кура. Ну, один из, скажем, этих. Я расширил, да, твой словарь, скажи мне? Соли, мефедрон, то есть химия сплошная, синтетика, химия. 10 лет я практически употреблял это. Просто угостили на какой-то вечеринке, что-то было, какое-то мероприятие было. Как-то так, на столе тоже, там, дороги, то есть порошок белый. Я это видел только в фильмах, в кино наблюдал такие вещи, а тут вот прям передо мной, ну, и ребята говорят, ничего такого, ничего плохого не будет, будет наоборот хорошо. Попробуй, отдохнем, расслабимся. Без дальних мыслей попробовал, как в кино это все происходило практически, там, купюру, там, доллары завернули, да, я там занюхал. На самом деле было хорошо. Первые, как сейчас я помню, первые два года было очень круто, чувствовал себя Богом. Вот правда, мне все давалось, и работа, и дома. После двух лет начались проблемы. Вот это беда, да, и она не лечится, понимаешь? Мозг, нервная система, год-два употребление, пизда. А это, прикинь, дети там 15-16 лет в основном. А это дешево, понимаешь? Вот 5 тысяч тенге у тебя есть, ну, что ты купишь на 5 тысяч тенге? Бухать желания нету, что ты купишь? То есть на 5 ты ничего не купишь, что ты хуйни ты купишь, короче? На 5, таки? Телеграмм 6 секунд, все, понимаешь? Вот ты сейчас написал, тебе, короче, 10 минут скинули, короче, адрес, ты поехал, через 20 минут ты уже ебашишься. Вот это бесконтрольность. Это же такие же щеглы, там, вот эти вот. Куры, админы, кладмены, они вот это щеглы, братан, им там 19-20 лет. Вот у тебя есть магазин, все, ты пишешь, салам, бро, там, прайс, что там, блядь? Он тебе прайс выкатывает, вот такая, такая, такая хуйня, по столько. А и районы, там, Висай район, там, допустим, 0,5 грамм, Алмалинский, там, Медеусский, же ты, Суйский, все. Ты выбираешь, где тебе ближе, короче, да? Поначалу, я думаю, их увлекает, что это типа как квест, короче, да, за кладом, там, легкой и тяжелой. Ну, то есть это вот такое, ебожественное, да, это вообще другой мир, понимаешь? Школьники, студенты, безработные, учащиеся по ТУ техникуму в колледже, и чуть постарше люди, там, которые уже работают в офисах, которые, кстати, ваши коллеги тоже, я знаю, да, которые, там, ведут на Первом канале, там, артисты, это известные артисты, малоизвестные артисты, богема, там, около богема, спортсмены, те, кто проводит время, там, ну, во дворах пиная, там, золотую листу, там, я не знаю, вот. Вот разные люди, мальчики, девочки, мужчины, женщины, многие умерли, молодые, очень много ребят умерло, на самом деле, вот я о тех, которых знаю, там, которые у нас проходили лечение, в том числе, там, да, умирают люди, продолжают, это такая штука опасная. 93% наркоманов на сегодня умирают от этой болезни. Это настоящая пандемия, потому что здравых ресурсов помощи очень мало, появились они больше 15 лет назад, с каждым годом они все проще в доступе, вот, их легче перевозить было, а теперь их еще и вообще очень легко изготавливать в бытовых практически условиях, вот, несложные ингредиенты, поэтому они очень популярны, употребляют их сейчас все. Вот те, кого мы можем назвать алкоголиками или наркоманами, то есть вот мы по улице идем и видим человека и говорим, о, вот это, видимо, зависимый алкоголик, да, или наркоман. Это примерно 5% от алкоголиков и наркоманов. А остальные – это те, кто возят нас в такси за рулем, сидят в парламенте, руководят компаниями, возможно, даже корпорациями, работают менеджерами, топ-менеджерами. Просто они пока вот не выявлены в силу того, что у них пока еще под контролем находится это употребление. Вот этот город, сука, он наводнен наркотиками просто вот тонны, сука. Ты пока, короче, не в теме, ты не понимаешь. А потом ты когда вот сам вот просто ездишь, ты же видишь, что, короче, завернуто в изоленту. После изоленты там этот зип-пакет, короче, да. И ты, короче, видишь вот эти вот, сука, шматки изоленты просто вот, ну, везде, короче. Сейчас на ютубе масса видео, на которых солевые наркоманы творят жуткие вещи под действием наркотиков. Выпрыгивают из окон многоэтажек, устраивают кровавые гонки на дорогах, калечат себя и других и даже убивают. Хочется верить, что такие ролики заставляют задумываться, хотя бы некоторых любителей раздвинуть сознание. У каждого героя нашего репортажа в прошлом тоже было немало постыдных эпизодов, и все они связаны, конечно, с употреблением синтетики. Наркотик – это настолько опасная штука, что в этом состоянии вы не контролируете свою жизнь. В этом состоянии вы можете убить человека и не понять этого. В этом состоянии можно принять решение сесть за руль, задавить кого-то и сесть в тюрьму на долгое время. В этом состоянии есть возможность отключиться в незнакомой компании, и вас там изнасилуют, может быть, сфотографируют еще и будут шантажировать. Вообще мефедрон, насколько я знаю, приводит мужчин к педерастии. То есть, если часто нюхать мефедрон, в какой-то момент придет мысль, а почему бы не разнообразить? И так это происходит. Там, конечно, будут свои оправдания, что сейчас это модно, что это стиль жизни. Но причиной всему – состояние эйфории, которое человек испытывает. Оргии происходят, ну, просто не думаешь. Хочется просто пойти и присунуть любой женщине, которая находится рядом. Люди начинают приставать и к родным мамам, по-моему. Ну, то есть, неважно, к сестрам и к соседкам. А репутация-то портится. Девочки, блядь, школьницы, сосут нахуй за пипетку, сука. Понимаешь? Сосут, блядь, школьницы за вот эту пипетку этой хуйни. Просто, понимаешь, насколько. Я просто с молодежью порой общаюсь, короче. И вот, ну, я вот это же все вижу, все вот эти тенденции, короче. От этой хуйни реально срывает крышу. Ну, как, как срывает? Не так, чтобы вот ты сейчас покурил ее и все сорвал. Нет. Оно, короче, ты ее ебашишь день, два, три, четыре. И где-то примерно на пятый или шестой день. Динь-динь, у тебя, короче, колокольчики, блядь, поехали. Голые, голые по Москве, нахуй, там. С балкона, нахуй, да? За котом на велосипеде, понимаешь, да? С фряга брызнула, нахуй. Я спрыгнул с третьего этажа. Алло, Алёха, сипицы. Нихуя, нихуя. Ну, ты, короче, на территории, ну, плятость свистит. Затглохни, блядь. Нет, на видео снимай. То есть, это марафоны. ММФ такая же хуня, тоже марафоны. То есть, в этих, короче, двух вещах схожесть никакие. Марафон. То есть, что такое марафон? Это когда у тебя есть вес, да хуя. А, короче, ты не можешь остановиться. Знаете, в таком состоянии можно много что натворить, если честно. То есть, ну, прям вот, особенно если ты где-то в агрессию впадаешь. У меня были отношения с молодым человеком. Отношения прям, ну, сильно рушились. И доходило до ужасных драк. Я вот вижу, да, там, то есть, он там, там, у него кровь, либо еще что-то. А я, ну, там, не могу остановиться. То есть, ну, просто если реально все читывать, там, ну, нечаянно можно было человека, там, по виску ударить, да, там, вдруг он умер, еще что-то. Я употреблял и воровал параллельно в магазинах, там, всякие самокаты на улице, да. Вот девушка подъехала к магазину, оставила самокат, зашла в него. Я подошел, встал, уехал. Все, вообще без одни мысли. И тут же его продал. Прямо сразу же, да, поехал за веществом. В магазин заходил, там, воровал виски, там, консервы, тушу. Ну, все, что шло, вот, вход. И продавал это в другие магазины. Бывало такое, я порвал в одном, в соседнем сразу же это продавал. Вот, вот, настолько, да, было безумие, что мне нужно было достать вещество любой ценой, что я шел даже на это. Ну, я уже настолько, как бы, начал паранойить, разрушаться, что вот стоял на кухне, там, голый, и просто, ну, мне казалось, что у меня под ногтями, там, черви, я их выковыривал, да, вот так вот я гнал. Прямо вот настолько это серьезно было. И, ну, это было уже сложно не заметить. И мама с дядей закрыли меня в доме, закрыли в доме, где я пробыл полгода, просыпался в депрессии. Просыпался в депрессии. И знаю такого человека, который, ну, просто вышел в окно, на паранойи, он вышел в окно. Вот, до того доходило, да, вот такие случаи были. А были такие, которые раздевались прям, ну, он курнул, и все, разделся, вот прям, разделся, видит на себе каких-то тараканов, да, вот настолько прогоняли люди. Ну, и я тоже, как бы, свистел, как мог. А внюхался, что ли? У нас сейчас парень есть на реабилитации. У него вообще беда. Дело в том, что его отдавали в насильственные центры неоднократно, вот, переломали там совсем ему голову. А так как соли вызывает паранойю, то у него это стрельнуло в ту сторону, что как только он употребляет, он подозревает, что его хотят отдать снова в насильственный центр. А раз его хотят отдать в насильственный центр, это незаконно, ну, вот эти частные центры насильственные, то надо что делать? Вызывать полицию. И он каждый раз, практически употребив, он вызывает полицию на себя, рассказывает, что у соседки сидят шестеро, которые собираются его взять, заломать, отвезти. В общем, полиция его же забирает в итоге, отдают его в клинику. И вот это он как только снова употребил, снова ничего не может с собой сделать, снова вызывает полицию. Вы спрашиваете, что ничего ли меня не останавливает, вообще ничего, абсолютно ничего. У меня, например, двое детей есть, и я умудрялся лезть им в копилку. Вот даже такой момент он не останавливает. То есть наркотики настолько сильно хочется, что я лез в копилку детям, я ограбил своих родственников, то есть я залазил родственникам в карман. Я даже еще поделюсь подробнее, я залазил в карман, брал ключи, ехал быстро, пока они у нас в гостях сидят. Грабил их дом, приезжал обратно домой. То есть я такими даже вещами занимался. По официальным данным, за пять лет количество солевых наркоманов в Казахстане выросло в 15 раз. Однако на учете в республиканских наркодиспансерах стоят всего чуть больше 500 человек. Анонимный опрос казахстанских подростков дает уже другие цифры. Примерно 23 тысячи школьников признались, что регулярно употребляют синтетику. А каждый пятый тинейджер хотя бы раз пробовал уличную соль. Независимые эксперты утверждают, даже эти данные сильно занижены. И вроде полицейские что-то делают. Каждый год закрывают десятки подпольных нарколабораторий, блокируют сотни сайтов по продаже синтетики, ловят и сажают закладчиков. Все получают, кстати, приличные сроки до 10 лет колонии. Но чтобы остановить эпидемию, этого мало. Ведь настоящих руководителей наркогруппировок не ищут или не хотят искать. Ну у кого есть голова, короче, те это в принципе должны понимать. Что, короче, вот эти прекурсоры, короче, сюда, они их сюда доставляют, короче, да, скажем, из Китая или из России, как грубо говоря. И в таких объемах, короче, да, передвижение таких веществ, его невозможно осуществить без какого-то крышевания на, короче, определенной высоте, да, то есть все остальное. И опять же, то же самое магазин не может, блядь, работать 5 лет, нахуй, 5 лет, сука, если там, как бы, не, это, ну, это, это мое, как бы, вот, для меня это элементарные вещи, если кто-то не согласен, не хорошо. Мы общались с правоохранительными органами, да, про вот специфику борьбы именно вот с распространением этих наркотиков. Все сайты, которые распространяют эти наркотики, как правило, зарегистрированы в дальнем зарубежье. Прямого влияния на них не существует. Максимум, что они могут делать, это блокировать эти сайты. Ну, тенденция такова, блокируют этот, на этом же месте завтра появляется новый. Я не думаю, что они делают мало. Более того, как бы, время идет, технологии, как бы, там тоже улучшаются. Возможно, как бы, в ближайшем будущем они научатся, как бы, эффективно справляться, там, блокировать все эти поступления. Поэтому на сегодняшний день я не сомневаюсь, что они делают все возможное. Что скрывать? Совершенно понятно, что части из правоохранителей являются преступниками, которые завязаны в разных схемах. Кого бы с наркотиком не взяли, чаще всего это все-таки сам наркопотребитель. Хотя получается, что он проходит по статье, как торговля наркотиками, перевозка наркотиков, перемещение, распространение. Но, по сути, это просто человек с этой болезнью, с наркоманией, который больше нуждается в лечении, чем в наказании. Мы ходили к Акиму в начале 20-го года. В Ледовом дворце он там выступал. Я ему там задавал вопрос. И он говорил, вот, там в Тайване бьют, там, палками сажают, значит, самого наркомана, еще того, кто продал, еще того, кто в магазине, там, чуть ли не того, кто на улице их видел. Там всех сажают и так далее. Классно. А еще и палками бьют. Я говорю, а учитывая, что они больные, лечить-то будем или только палками будем бить? Ну, у человека, допустим, диарея. Давайте бить его палками, чтобы он не обделался. Ну, что за бред? Невозможно смертной казнью, побоями, запретами, длительными сроками, еще чем-то убрать то, что есть эта болезнь. А болезнь подразумевает, что человек перед ней бессилен, чаще всего. Я начал уже продавать это все, потому что вот бывшая девушка, она вот, ну, была вот в этой сфере, и мне было удобно, потому что она раскладывала соль, и я нет-нет, ну, забирал эти закладки. Нас как-то приняли и нашли очень много, да. Я должен был, ну, просто сесть. Но не знаю, как получилось, мне помогла мама, мы там, ну, откупились, ну, буквально за копейки откупились, хотя у нас было очень много вещества. Нам удалось откупиться, но даже это не помогло мне остановиться вообще вот, да. Я как бы в тот же вечер я дальше поехал употреблять с этой же девушкой. Как-то приехали, какая-то девушка из моих совпотребок сдала, где я живу, ко мне приехали опера и опять меня забрали. Ну, я, соответственно, как крутой гангстер позвонил маме. Один раз был свидетелем, прям был понятым, когда брали одного наркоторговца. Вот, кстати, тогда у меня началась парня потихоньку. Я не знаю, как они называются, ОБН у нас в Астане, там, отдел по борьбе с наркопреступностью, да, или что-то такое. Вот, и случайно попало, что я как раз в употребии, меня берут, говорит, поехали. Я думаю, сначала меня берут, а потом, говорит, поехали, будешь понятым, будем брать одного цыгана. И я все это видел, как это все происходит. Все реально, все возможно. То есть, я как это увидел, приехали, сделали контрольную закупку, забрали, поехали домой, там еще нашли и закрыли его. Вот. То есть, если же за это браться, если над этим работать, то результат будет. Но еще ни одна страна с этим не справилась. Никакой системой, ни авторитарной уничтожением, там, смертной казнью, и сажанием за любые, там, наркотики, ни полностью разрешением, там, да, там тоже свои проблемы, ни какой-то середины ни у кого нету. Ни у кого нету. Никто ни к чему не пришел. Помощь топающим, делаю руку снова топающего. И не думайте, что вам кто-то поможет, ну, из государства там, да, или... Блин, были у меня там знакомые, которые в органах работают, и это, среди них это очень популярно. И сами они употребляют. Может, там, то ли крышу, ну, типа такого что-то. Никогда не спрашивала их, во-первых, об этом. Просто узнаю, что они тоже употребляют. Ну, там, через некоторых, там, можно даже найти. Сами силовики винят в наркоэпидемии популярных у молодежи артистов. Мол, что вы хотите, когда в моде подростков треки, написанные музыкантами-торчками? Такой вот тренд создают кумиры, воспевая страсть к мефедрону, скорости и другим подобным веществам. В соседней России таких артистов, как Моргенштерн, Инстасамка, Оксимирон, уже начали наказывать за пропаганду наркотиков. Но что для звезды, собирающей стадионы, штраф в размере 5000 рублей? Поэтому всерьез идут разговоры о том, чтобы сажать их в тюрьму. В Казахстане с рекламой отравы борются, кажется, только волонтеры, которые закрашивают на заборах ссылки на интернет-магазины. Важно первой дозы, чтобы она не зашла. Чтобы человек понимал, что когда предлагают ему в клубе, лучше отказаться. Лучше посмотреть это как на болезнь. И романтизм и вот этого не нужно, это очень опасная штука, слушать вот этих музыкантов, даже в том числе и мои, там песни какие-то про это, этих популярных артистов, которые сейчас там в России, мега-мега толпы собирают людей. Там кто? Ну, у меня на ум приходит скриптонит, там, например. Когда слушаешь, это популяризируется. Это популяризируется именно наркомания. Я сам это делал. Сейчас мне стыдно, я жалею об этом. Вот современная музыка, там открытым текстом это все поют, рассказывают, поют вот такие певцы, да, вот как Моргенштерн, да. Открыто поют, молодежь слушает, и им интересно становится по-любому, что такое, потому что, ну, песни же что поют? Давай употребим с тобой, нам будет с тобой хорошо, я тебя люблю, там, мухурю, там, и так далее. То есть, и как будто это нормально. Я не знаю, почему не пресекаются такие вещи. Дизайнерские, это же привлекательно, дизайнерская одежда. Сразу хочется пойти, померить, посмотреть, пощупать, да. Дизайнерские, мне кажется, это и внедряли люди, которые знают, что это маркетинг. Да, вот этот дизайнерские, вот какие-то тигриные глаза, драконьи сердца, да, вот, китайский снежок, там, ну, это я так придумываю, ну, плюс-минус. На сайте там посмотришь, они так и называются. Рецепт есть у меня, короче. Моргенштерн есть, Моргенштерн. Ему, короче, голову просто отрезать надо, накол поставить на Красной Площаде, и все нормально будет. Это от него тут вся хуйня идет, это мифедронная вот эта ебатория. Их просто надо, как сказать, их не фильтруют просто, понимаешь. Героин, он как бы просто, он прошел, да, как всех скосил, короче, кого это. А это, нет, просто это гораздо опаснее, потому что здесь нервная система. Понимаешь, это же, это же генофон, то есть, вот, вот, представь, вот эти люди по вот этой, то есть, это, там, это мутация организма, понимаешь, происходит нервная система. Вот у них, у них родится кто? И причем девочек ебашит, короче, не меньше, чем мальчиков. Просто, например, даже есть, короче, блядь, на ютубе в видео, да, музыка, блядь, гривен, или как какая-то, сука, короче, поет. И там, типа, знаешь, такая, я хочу черного джина, я хочу синего, ну, наоборот, я хочу синего джина, я хочу черного рома, давай догонимся скоростью. Она поет, сука, такую песню, ебать, на ютубе ебашит, короче. Она певица. То есть, это хуйня, это пропаганда, понимаешь. Давай, выходи. Че ты там сидишь вообще? Выходи, тебе говорят, бегом. Еб твою мать, я че тебя выталкиваю? Давай, давай. Давай, выходи, говорю. Стой, иди сюда. Че, дурак, он ушел. Не, не бей, не бей его, не бей его, подожди. А че употребляешь? На соляк сидишь или спайс? Ты же кроссовки свои загрыз, да? Угу. Как распознать героинового наркомана, кажется, знают многие. Следы уколов, мертвый взгляд. А какие признаки подскажут, что ребенок употребляет синтетику? Наверняка каждый родитель хотел бы знать. А ведь начинающий солевой наркоман делает все, чтобы его не спалили. Но заметить можно. Меняется не только поведение, физическая реакция. Главное, страдает психика. А что до болезни, то врачи и сами зависимые уверяют, проблему нужно искать в семье. И не только в отношении с родителями, но и в биографии предков. Перепады настроения, агрессивность, гиперактивность там, где она не требуется, неспособность сидеть на месте. Гуляющие желваки. Бывает, что скулы гуляют. Боится, тревожится, подозревает все время кого-то в чем-то. Подходит к окошку, смотрит кто там. Дергается, если кто-то звонит, звонок бежит, первым смотрит в глазок. Короче, вот, допустим, он если курит эту хуйню, ты его не спалить же, он же не придет накурил, и дома курить же не будет. Он куда-нибудь, ну, это в основном уже такие уже дети, которые там поехали на дачу, мачу, куда-нибудь. Ну, то есть ты, по сути, как определишь? Ну, они одниху похудеют, короче, да, по ебанутому взгляду, да, по каким-то, короче, там вот этим безумным замыканиям. Ну, вот смотри, понимаешь, вот если ты вот меня видишь вот нормально вот один раз, потом ты меня видишь другого. Ты же понимаешь, что что-то не так, что что-то изменилось, да, короче? Что изменилось, да? То есть, ну, вот эти изменения, они все равно есть. Ну, это дикая походка, взгляд безумный, да, или как-то бы это. Поэтому я называю чугунный, да, вот это вот. Вот это вот. Меняется все, короче. Что касается синтетических наркотиков, да, следов от уколов не будет. Это вполне нормальный человек с обычными кожными покровами, с обычными глазами, с обычным поведением. Но когда он начинает употреблять, на момент употребления, состояние все-таки резко меняется. И тут нужно обратить на резкие скачки настроения. Второе – резкое похудание. Третье – немотивированные резкие уходы из дома. Четвертое – какие-то зашифрованные разговоры по телефону, по сотовому телефону, переписки. Далее – бессонница, как правило, возникает. Чередуется чрезмерная активность с бессонницей, или потом, наоборот, 2-3-4 дня может спать беспробудно. Вот если такие признаки есть, хотя бы один признак, уже нужно задуматься о том, что да, к сожалению, ваш ребенок или ваш родственник употребляет именно синтетический наркотик. По скорости, наоборот, часто не стоит, короче. Там вообще не до этого, там какие нахуй телки, там, ты че там, вот это и так. Я же говорю, вот скорость, да, один человек мне сказал, «Что это за кайф, я, как, не понимаю?» Стоит, говорит, возле дверного глазка, вот так смотрит в глазок, в одной руке, говорит, нож, другой хуй надроченный. «Что за кайф, я не понимаю?» Это на самом деле вот такая хуйня, короче, это пиздец. Я ездил на этом, на такси, на Яндексе. И вы знаете, сколько ребят под мефедроном попадалось, которые за рулем. Это вот он едет, он протирает вот эту панель постоянно. И он протирает, он с этой линии съезжает, да, там вот это все. А как вы по этому определяли, по этому признаку? Ну, конечно, это же такое специфическое поведение. Вот. Ну, такая вот аккуратность у него проснулась, там, да. И он не залипает, как бы, под героином, но он вот такой вот аккуратный. И настолько он увлекается этой аккуратностью, что вот... Ну, да, часто очень, ну, а вот там же стимул определенной деньги, деньги равно наркотики. Ну, именно под Салями там сразу видно. Там два случая, либо человек просто смотрит в пол, вот так вот, ну, и ходит там, что-то подкапывает, вот идет вдоль бордюра прям. Либо он просто вот так кружит голову, 360 поворачивается постоянно, вот, на панике, ну, прям видно на панике. Вот это из самого яркого вот такое вот. Ну, наверное, соль проще распознать, чем там, мефедрон, под мефедроном как-то более. Ну, еще бывает, там, руки вот так заламывают, но это уже больше на отходниках, вот, прям ломает, вот так заламывает. Были люди, у кого прям вот так у него, за спину, заходили, вот так его ломало. А были еще, у которых плечо дергалось там. О, спать надо. А звезд-то с чего там? С легалства Иванова. С скорость? Угу. Сколько уже суток вот так вот закувыркает, да, или что это, произнес? Блин, ну да, там запах такой, на самом деле, когда ты употребляешь этот вот мефедрон, скорость, если ну, ты там не можешь, есть такое. Есть еще, знаете, какая штука, начинать челюсть ездить, начинаешь быстро разговаривать, глаза там, человек перестает за собой ухаживать. Вот, это точно, прям, сто процентов. Начинает одевать мешок. Вот у меня, кстати, была такая мешковатая одежда, удобная, кепка, очки вот такие на поллица. Ну, ухаживать за собой-то всегда перестаешь. Лицо упорчится, прям, очень сильно. Зубы. Ты ее заменить особо ничем не можешь, да? Ну, то есть, допустим, человек бухает-бухает, он потом раз, блядь, бухать не буду, но что, начинает, допустим, курить косяк или наоборот там, да? То есть, они примерно друг друга заменяющие вещества. А эта хуйня, она, она очень страшная. И она очень сильно вообще психику разрушает. Тем более детскую молодежь. То есть, родителям важно именно предотвратить сам? Конечно. Потому что, если это случилось, то, короче, очень много процентов, что уже нихуя нельзя сделать будет. Родители, мужья, жены, дети, которые вынуждены жить рядом с наркоманом и видеть все этапы деградации близкого человека. Мы привыкли их жалеть и думать о них, как о жертвах ужасных обстоятельств. Однако, врачи говорят, что лечение нужно начинать не с самих наркоманов, а именно с созависимых. Считается, что без этого полноценная реабилитация употребляющего невозможна. И следующая история матери наркозависимого поможет нам понять, почему. Женщина попросила закрытие ей лицо. Она боится позора и косых взглядов знакомых. У меня трое сыновей. Зависимый мой сын, он средний у меня. Очень долгое время я была в отрицании. Мой старший сын пришел и сказал, мама, вот наш средний, он употребляет. Я не могла поверить несколько лет. Несколько лет для меня и просто не доходило. До меня дошло в тот момент, когда я была на поминках у наших близких друзей, когда они потеряли своего сына, который от наркотиков умер, передозировка. Похоронили, да. Но меня шокировало то, что когда я была на поминках, и за столом, я не знаю, человек 10 матерей сидели, которые уже похоронили своих детей. Уже похоронили своих детей. И все из-за... Это одна и та же проблема была. И у меня на тот момент было такое чувство, что война, какая-то война против наших детей, скрытая. Вот это вот все. Вот у меня прям... Меня распирало вот это все. Но я не знала, что делать и куда обратиться. Вот 12-шаговые программы ищите. Ищите, где проходит. Идите туда быстрее. Прямо сегодня. Идите туда, все. Не надо ничего искать больше. Не надо искать там кодировщиков, шаманов и гадалок. Не сработает. Вы потратите время, и потом просто его не сможете наверстать. Вот. Бегом туда, если вы думаете, что есть проблемы, узнавайте там. Если маму там тревожит и разносит, что ой, там мой сын наркоман, иди на созависимых. Не надо тут вот в своей голове там все. Если у родителей сын наркоман, то проблемы у родителей. Сын решать будет проблемы сам, свои. Отстаньте от него. Вы и так уже его сделали. Потрахались пьяные? Пожалуйста. Знали, не знали? Это уже вселенная по барабану. Вот. Идите на созависимых. Не надо тут сейчас вот пытаться решить, затушить проблемы пирогами с сушеными грибами. Так не получится. Я отправила своего сына в Калининград, в центр. Насильственный центр. Но мы с ним договорились. То есть я его ни в наручниках там, никак. То есть он добровольно поехал туда. Очень дорогой центр. За шесть месяцев мы как договорились, рассчитались, как по договору. Короче, через два месяца руководитель центра сказал, все, вот он не управляем, он не хочет выздоравливать, все, мы его отправляем отсюда. То есть когда захотите, вернетесь, ваши деньги мы отработаем. Ну, в общем, это все, конечно, сказка. Ни денег не вернулись. И, в принципе, он, конечно, продержался шесть месяцев. Дальше опять началось то же самое. Мы пытались с ним пойти. Мы здесь ходили в центр Хлоновского, где кодирование практикуется. Мы трижды там были. Баснословных денег все это стоило. Результата вообще был никакой. В очередной раз, когда я пришла, сам Хлоновский мне спросил. Просто реально, вот как было, так говорю. Что? Он еще не сдох? Ну, ты типа того, что сильная, ну, уцепилась за него. Почему очень много срывов после прохождения реабилитации? Когда люди, выходя с реабилитации, получив еще один шанс, попадают в ту же самую среду, где та же мама с теми же претензиями, когда мама просто привыкла жить в этих чувствах, когда она хочет обвинить кого-то. И, как всегда, попадается ее сын, это тот, кто ответить не может. Например, или дочь. И вот, когда вот это начинается снова вот нездоровая вот эта атмосфера, и ребенок срывается, потому что жить в этом невозможно. Либо расходиться, вот. И в этом случае я понял, что и развод, и уехать от родителей жить, это нормально. Это то, что защитит меня на этом этапе. Лечить надо не только наркомана, который употребляет, но и все его близкое окружение. В очередной его срыв, он был на грани, вот просто. Я понимаю, что он, если мы сейчас, он не остановится, он все, он умрет уже. Я уже Бога прошу, что помоги мне найти. Вот. И я обращаюсь в эту церковь. Батюшка дает мне телефон специалиста, и первые слова, которые меня повергли в шок. Я ему говорю, мне надо сына спасти. Он все, вот он уже все на грани. Вот если я сейчас его не остановлю, это будет катастрофа. Он говорит, да-да, я все это понимаю, я слышу. А вы, говорит, готовы начать с себя? Просто начать с себя? Я задумалась, думаю, так. Ну, я понимаю, что я тоже что-то делаю, потому что я не знаю, как делать. Я говорю, да, я готова. Что вы ему дали? Вот он вышел из него, что вы ему дали? Одежду, телефон, крышу, еду, работу. А что вы готовы забрать у него сейчас? Ну, я даже так, у меня все внутри сжалось. Ну, как забрать одежду? Как забрать, как его выгнать из дома? В общем, он говорит, вот подумайте над этим. Созависимость, она будет толкать на безумные вещи тоже, как наркомана на наркотики. Химическая зависимость, созависимость. Там 16 совпадающих факторов указано. И, скорее всего, их больше. Там даже похмелье и у того, и у другого есть. Там есть повышение дозы. То есть у одного, допустим, алкоголь, наркотик, доза повышается. А у другого, ну, созависимого, толерантность к переносимой боли эмоциональной. Боль нужна. Человеку без боли некомфортно. Вот эти вот паранойи, смотреть пьяным, не пьяным, употребленные, неупотребленные глаза, не глаза. Там, здесь надо расщепляться, сепарироваться. И одному своей проблемой заниматься, а второму своей проблемой. Не получается идти в эволюционный центр. Мама нашла консультанта по зависимостям, злобина Дениса, номер. И он начал работу с ней, а не со мной. И она настолько начала меняться, что меня это начало, ну, даже действительно бесить. Потому что она мне говорила, нет. А я всегда знал, как у нее там выпросить день, как надавить, с какой стороны подойти к ней. И у меня перестало это получаться. Она начала выгонять меня из дома, ни с того, ни с сего. Обычно она наоборот как бы звонила, где ты, че ты. И пропали вот эти вот, кстати, звонки. Она перестала звонить мне, где ты, че ты. Вот именно для тех, кто употребляет, да, вот. Очень важно, чтобы именно вот родственники, которые его окружают, чтобы они начали менять себя. Как только они начнут менять себя, он тоже начнет меняться. И пока они ничего не делают, с ним, ну, ничего не произойдет. Потому что он все так же будет манипулировать. Человек не может научиться свободе, пока ему не скажут. Ну, ты украл, значит, сядешь в тюрьму. Это нормально, это правда жизни. Ты не клал в этот холодильник еду. С какого перепуга ты можешь ее там брать? Ты не платишь за эту квартиру. С чего вдруг ты в ней живешь? Ты не являешься мужем? Не являешься ты мужем. Ты целыми днями на точке, где-то на замутках и так далее. Почему формально ты все еще муж? Почему ты в статусе мужа, если ты не муж? Не являешься отцом? Лишаешься родительских прав. Потому что ты не отец. Вот когда эта правда жизни будет приходить в жизнь зависимую, у него появятся шансы на выздоровление. И у всей семьи появятся шансы на выздоровление, на трезвость, на адекватность, на осмысленность, на осознанность. На сегодняшний день я понимаю, что до того момента, как я пришла в программу, я брала роль Бога на себя. И я распоряжалась, как моему сыну поступить. Я хотела, чтобы он делал так, как я хочу. И не только он. Но огромный шаг, огромные действия, вот действия именно, это вот эта двенадцатишаговая программа. Там первый шаг – это принять свое бессилие. У меня был страх того, что я похороню своего ребенка, прежде чем умру сама, вот как бы там ни было. И то, что он от наркотиков этих умрет, вот это меня угнетало жутко. А на сегодняшний день я просто понимаю, ну, мы все рано или поздно умрем. И кто кому, кому когда умереть, мы все под Богом ходим. Поэтому, ну, это не моя ответственность, сколько он проживет. Вот, поэтому на сегодняшний день я просто об этом не думаю. Я живу сегодня в моменте, я рада, что сегодня вот мой сын трезвый, он собирается в серьезные отношения с девушкой. У него уже будут расписываться, подали заявления. Это новый этап такой в жизни, серьезный такой. Наркомания – болезнь неизлечимая. Но добиться стойкой ремиссии, то есть длительного воздержания, можно. Есть сторонники силовых методов принудительного лечения. Но другие эксперты уверяют, что большего эффекта можно получить с помощью аддиктологии. Это такая психиатрия зависимости, в которой специалист индивидуально помогает больному отыскать причину недуга и проработать ее. В Казахстане это стало популярно, хотя сам процесс долгий. Эффект наступает только тогда, когда человек начинает менять свою картину мира. Я посмотрел в Казахстане отчеты по наркологии с 2013 года. У нас наркоманов уже не должно быть. У них каждый год такое улучшение процентов, что у нас просто не должно быть наркоман. Это ГБУ – государственное бюджетное учреждение. А значит, там что? Те же самые палки и галки. Сколько оказали услуг? Услуг сколько оказаны? Сколько проведено того, сего, то сего? А с наркоманами ты что? Да кого это интересует? Главное, сколько оказали услуг. То есть участковый может, по-моему, с первого раза составить протокол, то сего, отправить его, и забирают, скажем, у нас у Алматына-Макатаева, дальше суд, то сего, определяют, то есть его могут там запереть. Фактически тюрьма. Их там, они лежат, срутся, сутся под себя, сначала под этими капельницами, что попало. Потом, как сам нам было, обдолбанные этими наркотиками, колесами и прочим ходят. Там можно туда водку, оказывается, там за деньги недавно узнал проносить, и аношу, и так далее. Вот эти городские наркологии тоже, я там мало чего узнал вообще о болезни зависимости. То есть там я приходил полежать, в прямом смысле этого слова. И там я заметил, что те ребята, с кем я там лежу, а там может быть и 50, и 80 человек за один раз, то есть большое отделение, спрашиваю у них, какой ты раз здесь? Он говорит, я здесь 13-й раз. Я думаю, ну, ё-моё, ну, 13-й раз, человек, ты здесь находишься, что с тобой происходит? Пришел, набрался сил, чтобы дальше употреблять. То есть и так 13 раз, 17 раз я слышал, да, там. Я туда первый раз приехал и думаю, 13-й раз, ну ты чё, нет, само так не будет. Я вот первый и последний раз, мне это поможет. И я сам себе верил, что мне это поможет. Ну, соответственно, ничего не помогло. Я второй раз сюда попадаю и думаю, блин, я опять здесь. И опять те же самые люди, с кем я там был. Есть такие страны, которые отказались от этого. Я, например, на сегодняшний день, я за принудительное лечение. Потому что иногда бывают такие случаи, когда у человека, ну, во-первых, уровень реабилитационного потенциала очень низкий. Родственники попробовали абсолютно всё. То у родственников не остаётся ни сил, ни средств на то, чтобы, ну, что-то сделать, да, с вот этим зависимым своим родственником. На улицу выгнать, ну, как бы душа не позволяет. То есть это такие люди, которые, ну, опасны для себя и для окружающих. Вот. Поэтому я думаю, что это как-то и в интересах общества, и в интересах ближайшего окружения этих людей. Вот принудительное лечение. Отец с сестрой меня повезли в детоксикацию. Я... Это первая моя детоксикация была. Я там прокапывался и лежал две недели. Вот. И в тот момент в детоксикации я понимал, что выйдя оттуда, я снова пойду искать. И это не является для меня уроком. Мне нужна помощь. Вот тогда пошли изменения. Когда я попросил, когда братья мои приехали, мои двоюродные братья, которых я очень люблю и благодарен им, они приехали, и я попросил о помощи. Сказал, у меня проблема, я сам не могу справиться. Я не знаю, что делать. Я выйду и буду торчать. Либо пристрелите меня, либо закройте на цепь куда-нибудь, или что-то как-то сделать. Вот они приняли решение повесить меня в клинику. Просто бросить употреблять – это не изменение образа мышления. Любой другой способ, кроме изменения старого образа мышления, будет приводить к новому рецидиву, еще большему, и так далее. Любой другой способ, любой. Кодировка там это все, вот это вот гипноз, когда человек сам ничего не делает для того, что даже психотерапевт этого не сможет помочь. Нужно очень много делать для этого. Программа выздоровления определенная. Вот учиться следовать этому плану, вот это выздоровление. А все остальное – это Филькина грамота. Они вот говорят, ой, ладно, мы сейчас сами попытаемся, потом встречаешься, ждем, умер. Ну, это очень часто. Раньше мне все говорили вокруг, там, дома бабушка, там, сестра, что я слабохарактерный, и что я просто не могу взять себя в руки, свою силу воли, да, и перестать просто не употреблять. Но вот все же не употребляют, а почему ты именно употребляешь? И мне казалось, что я, ну, действительно, там слабохарактерный какой-то, но на самом деле это болезнь, да, которая прогрессирует. Мы же не говорим, там, человеку, который кашляет, вот собака, не кашляй, да, возьми себя в руки и не кашляй, пообещай мне, что ты больше не будешь кашлять. Ну, мы же так не говорим ему, мы его идем лечить. И я понял, что я, ну, неплохой человек, а просто больной. После полугодовой реабилитации я пошел в анонимное сообщество, и сегодня вот уже год и три месяца, как я остаюсь чистым. Нужна аддиктология. А аддиктология наукозависимости, да, так, как в Америке, много где в Европе, в других странах, это, ну, это надо перестраивать всю систему. И государство могло бы этим заняться, но это очень сложно, это очень много денег. Но если задуматься о будущих поколениях, о развитии государства, стабильного общества и о нации, то тогда это будет либо в какой-то момент необходимо сделать, можно просто выявили наркоманов, сложили их в пачку и сожгли в крематории. Вот. Тоже вариант, в принципе. Вот. Но если говорить о государстве социальном, о государстве, заботящемся о своем обществе и о будущих поколениях, то все-таки когда-то придется приложить усилия к тому, чтобы этот гниющий труп наркологии убрать, на месте него построить что-то новое. Я воспринимал революционный центр как адкар или как чистилище некое. Всех там, весь персонал как демонов воспринимал и думал, о, прикольно, 7,5 месяцев. Я вот заехал, короче, я думал, буду там месяц или три. Мне так сказала супруга. И когда я понял, что это нифига не так, когда я узнал, сколько люди там находятся, я просто испытал какую-то боль какую-то. Так что же толкает людей к наркомании? Мы подошли к самому главному вопросу. Не так давно ученые пришли к выводу, что предрасположенность к зависимости передается по наследству. И это ключевой фактор. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов воспитание, социальное окружение, но 70% тяги человека к вредным веществам контролируют именно гены. Ученые заявляют, что к употреблению наркотиков людей склоняет ретровирус НК-2, встроенный в генетический код. Он регулирует уровень дофамина, гормона удовольствия, который у многих людей в дефиците. Так вот, злополучный ген наркомании в своей ДНК имеют от 5 до 10% мужчин и женщин на планете. Именно эти люди чаще всего и становятся зависимыми. Кого мы называем наркоманом? Того, кто компульсивно, навязчиво употребляет наркотики. Мы его называем наркоманом. Понятно, мы не назовем 4-летнего ребенка наркоманом, но, тем не менее, у 4-летнего ребенка есть патология мозга, которая, ну, там можно назвать это предрасположенностью к употреблению наркотиков. То есть это есть до того, как человек начал употреблять наркотики. Наркотики являются своего рода решением той внутренней проблемы, которая у него есть. Человек, у которого нету этого дисбаланса, употребив наркотики, ну, например, вот эти дизайнерские, будет плеваться и скажет, что за ерунда, зачем мне вообще это нужно, и больше этого просто не будет делать. Потому что как бы ему сложно, тяжело не было, как бы какие бы там стрессы и трудности у него не происходили, само по себе употребление наркотиков не приносит ему облегчения, а приносит неприятное ощущение потери контроля. Вот это опьянение, да, дурманенность он ощущает. А вот тот, кто склонен к химической зависимости, предрасположен, он, употребив наркотики, ощущает, даже если какие-то неприятные есть параллельные ощущения, он ощущает именно облегчение, снятие сильнейшего внутреннего напряжения. У меня в голове много-много разных, куча мыслей, диких идей, они возникают, пропадают, вспыхивают, исчезают. И мне трудно жить с этим. Мне трудно жить с этим, потому что голова начинает болеть. А когда я употреблял растительное или же вот это, поток мыслей уходил. Уходил, и мне становилось спокойнее. То есть я как бы успокаивался и фокусировался только на своих ощущениях, на всплеске гормонов как счастья, которых, как видим, у меня нехватка. И когда я чувствовал прилив серотонина, дофамина, когда я ждал, когда у меня этот наркотик появится, когда наркотик отпускал, я просто приходил опять в свое привычное состояние, когда у меня не хватало там этих гормонов. И мне было паршиво. Мне было настолько паршиво, я был раздражен. И мне было, мне казалось, что я не смогу прожить эти чувства, которые я испытывал. Вот. И я снова и снова искал еще. Мне нужно было срочно. Никто не мог меня остановить. Ни дети, ни жена, ни там, ни... Никто. И я объяснить не мог этого, что мне надо, иначе мне казалось, что я помру. Аддиктивное расстройство личности, которое может быть первым через гены, может быть потом усиленно, когда происходит психологическое рождение личности, когда человек уже родился и формируется его личность примерно до трех лет, там много травм может человек получить. И если человек, живя с этими травмами, по своей нормальности употребляет наркотики, ему становится хорошо, то он будет практиковать тот или иной вид наркотиков. Это уже потом человек начинает узнавать, когда уже дверь Пандоры вот эта открыта. Понятное дело, что не все становятся зависимыми людьми, там многие там поупотребляют, что-то начали там дальше жить. Но риск-то есть. Я понял, что это была болезнь, и она проявлялась вот таким образом. Это травма души, это травма, семейные травмы с детства. Это, возможно, генетическая предрасположенность. То есть какие-то там, что-то в ДНК. Я не виноват за это. Я однажды попробовал просто. И там понеслось. Но теперь, когда я прошел центр реабилитации, когда я узнал, что это такое, теперь у меня есть выбор. Выбор не возвращаться в это. И сейчас, если я вернусь, это будет вот моя ответственность. Это вот будет моя вина тогда. Поэтому я не возвращаюсь. Это одна из причин. А вторая причина – мне нравится сейчас трезвая жизнь. Я не думал, что я смогу себя чувствовать так, как себя чувствую сейчас. Вот он привык с самого детства ходить в тесных ботинках. Но вдруг в какой-то момент он столкнулся с тем, что эти ботинки можно снять и почувствовать сильнейшее облегчение. Потом жизнь заставляет его снова одеть эти ботинки, и он снова с ними у них идет. Он ждет того момента, когда он снова сможет снять эти ботинки и почувствовать это облегчение. Вот так для наркомана, для химически зависимого человека, для предрасположенного в зависимости. Это выглядит для подростка, начиная для ребенка еще, который только начал употреблять. Но для зависимого важно, это важно понимать. Употребление наркотиков мотивировано не гидонистическими целями, не получением удовольствия, а снятием дискомфорта. Это главное. Остальные люди даже там, ну, алкоголь много кто употребляет, да? Вот здесь как бы я на шу, там покурят и по-разному. Они себя нормально чувствуют, потом употребили, поэйфорили. Потом снова себя нормально чувствуют, употребили, поэйфории. А он плохо себя чувствует, употребил, чувствовал себя нормально. Плохо себя чувствует, употребил, чувствует себя нормально. Это большая разница. Факт еще такой есть, что те ребята, которые меня угощали тогда, на сегодняшний день они независимы. То есть у них как-то это протекло. Сушления вышли. Да, они вот как-то отдохнули, то есть у них какая-то есть норма, я не знаю. Вот сейчас я, например, знаю этих ребят, у них все нормально по жизни. А вот у меня почему-то я пристрастился к этим наркотикам. Я уже здесь понял, с чем это связано, потому что здесь разбирал эти моменты. Смотрите, генетика – это уже научный факт, это предрасположение. Вероятность увеличивается. Но есть тысячи примеров, когда дети тех же самых алкоголиков и наркоманов становились достаточно успешными людьми. Поэтому прямой связи с этим нет. Но предрасположенность, вероятность того, что ребенок может приобрести ту или иную зависимость, они существуют. 20 – это индивидуально-психологические особенности, 60 – 70 – это генетика, и 15 – это социальное окружение. Но вот я еще раз повторю, что весь ряд факторов должен совпасть. То есть и там должны быть какие-то дефициты, и дефекты сформированы для того, чтобы генетическая предрасположенность сыграла свою роль. Понимаете, если 60-70% логически рассудить, вот сидит только в генетике, вы представьте тогда, сколько человек должен устрадать этим. Но это же не так. То как выявить генетическое – это предрасположенность у него или нет. То есть в наследственности все чисто. Таким критерием и показателем того, что существует вот эта генетическая предрасположенность, если не делать там никаких тестов и не заниматься исследованиями, это наличие в родстве вот как раз-таки зависимых людей. Тесты на генетическую предрасположенность к алкогольной и наркотической зависимости существуют давно. Сдаешь слюну или кровь и получаешь точный ответ – есть у тебя этот ген или нет. Но в Казахстане такие анализы не делают. Определить склонность можно лишь по наличию наркоманов и алкоголиков в семье. Чем их больше в разных поколениях, тем риск выше. Еще сильнее он увеличивается, если ребенок был зачат пьяными родителями. Многие, кто сегодня употребляют эти современные наркотики и творят, что попало, и ведут себя неадекватно, и находятся в психозах, и выпрыгивают с окон и так далее, это внуки алкоголиков. 95% мы выявляем, что у них в анамнезе семьи есть зависимые, чаще всего это алкоголики, естественно, но бывают и наркоманы. Папа, мама, бабушка, дедушка, кто-то, да, вот, в анамнезе семьи. Ну, а остальные 5%, я так понимаю, что, во-первых, согласно статистике, 76% внуков алкоголиков не знают, что они внуки алкоголиков. То есть в семье это табуированная тема. Ну, а плюс к тому есть еще небольшой процент, давайте прямо честно скажем, когда на самом деле не знают, кто у кого папа. Такое тоже бывает. Поэтому можно смело говорить, что приближается к 100% у наших клиентов статистика, что это дети или внуки, зависимых людей. Значит, что мы благодаря мамам и папам и особенно бабушкам и дедушкам, которые тоже очень большую негативную роль в этом играют, которые прячут эту проблему, мы получаем пандемию зависимости. Каждый зависимый передает это дальше, дальше, больше, дальше, больше. Человек может жить всю жизнь, короче, никогда не знав об этом и нормально прожить, если он не столкнется один раз с этим, да. А если столкнется, то есть понимаете, здесь же не имеет большого значения, то есть как бы семья, там, да, там, неблагополучные семьи, да, у нас вот половина здесь людей, короче, да, кто вот был, мои, вот, провесники, да, это наиблагополучнейшие семьи Алматы, да, вот на самом деле, да, там это дети, внуки, академиков, там, генералов, да, то есть ну это, ну, абсолютно, как бы, скажем, золотая молодежь, да, то есть и разницы никакой не было, то есть и простые подвальники, какие-то там пацаны и такие. У меня, ну, в семье дедушка выпивала, там и мама прям была, вот, ну, коголичкой, и там, если смотреть как-то, это вот обратно наши же, да, там, какие-то дефекты характера смотрят, то есть моя зависимость, она прям с детства формировалась, на самом деле, это эти манипуляции, хитрости, то есть... Неизвестно, кто вы, являетесь ли вы зависимыми, является ли у вас нехватка вот этого серотонина, вы же не знаете, кто у вас был в роду, как на вас сработает это. Возможно, именно вы тот человек, который после клуба, после употребления экстази не пойдет на работу, а будет покупать еще экстази, и это разрушит вашу жизнь. Я вот вам рассказываю, да, вот вы это не проходили, да, я все это прошел, возможно, завтра кто-то увидит эту запись, и ему это действительно поможет, да, он поймет, что это, ну, его к этому приведет, хотя, если бы я даже посмотрю эту запись, я бы не поверил, что со мной будет так же, потому что мне всю дорогу казалось, что я другой, я особенный, вот со мной не будет так, я не буду гнить под забором, меня не посадят в тюрьму там, я не буду употреблять синтетику, да, вот мне всю жизнь сказал, что я другой, я другой. Понимаешь, мы еще не увидели эти плоды, они еще до конца не созрели. Там, понимаете, момент в чем, то есть вот эти люди скоростные, они, они, они размножаются, и потом эти дети, они в себе уже несут этот генофонд, короче, да, и вот эти мутации, я думаю, лет через 20 мы увидим, на самом деле, что там будет такое. Если вы живете обычной, нормальной жизнью, и в принципе вас все устраивает, не ищите себе на жопу дополнительных приключений, потому что, если вы их найдете, обратно вы уже в свою, вот в эту вот обычную жизнь, да, вот в этот ваш уютный, блядь, домик, сука, из песка, вы уже сука, не вернетесь, и будете постоянно недовольны, и это даже хуйня, ваши, ваши родственники вот этого страдать, а так как бы это, это, понимаешь, это какая-то есть тоже, часть, часть, мне кажется, все-таки вот фатум какой-то здесь есть, то есть, если это должно случиться, это случится, но не стремитесь к этому, вы охуеете, вам не понравится, по итогу, подписывайтесь на Айран, комментируйте, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые выпуски, следите за нами в социальных сетях, все ссылки в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok